В округе прошел финал командного кубка по интеллектуальному искусству среди детей и подростков с нарушением зрения. Брей-ринг для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Подмосковье впервые. О том, как прошел конкурс Кисенок, расскажет наш корреспондент. Создатель военно-морского флота в России и организации школ, где готовились моряки. Он создал регулярную армию и заботился о ее перевооружении. Петр Первый? Да. На обсуждение представлены три темы. Великие русские полководцы, занимательная астрономия, русская классическая и современная музыка. К финалу ребята готовились несколько месяцев. Здесь важно все. Быстрота реакции, умение работать в команде, сообразительность и, конечно, большой интерес конкурсу. Понять, насколько ты эрудированный, какие у тебя знания, новые интересы открываешь для себя. Например, мы начали изучать астрономию, поэтому чаще мы выбираем эту тему. Я думаю, было бы достаточно интересно, если бы это проходило каждый год. Брейн-ринг проходит в Подмосковье впервые. Его провели при поддержке Московской областной организации ВОЗ и региональной федерации спорта слепых. Такой интерес, вот этот азарт борьбы, я думаю, это тоже зажигает, настраивает их на какие-то определенные победы в дальнейшем. То, что помимо такой основной школьной программы, все-таки они получают еще и дополнительные познания. Ребята откликнулись с удовольствием. И я думаю, что, наверное, вот это будет стартовый такой момент, когда мы будем проводить, надеюсь, ежегодно такие конкурсы для наших ребят. На территории региона работают три учебных спецучреждения для слепых и слабовидящих детей. Отборочные туры прошли в каждом из них – в Малаховке, Королеве и Сергиевом Посаде. По результатам финальных состязаний победу одержала команда «Звездочет» из Малаховки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.